Кресло вместо инвалидной коляски. Пенсионер оказался в казусной ситуации. Управлять коляской он может только подбородком. Руки не работают. Но в покупке такой ему отказали. На помощь пришли изобретатели. Наш корреспондент Ольга Маховская о формальном и неформальном подходе к проблеме. Инвалидная коляска – его единственная возможность двигаться. Виктор Степанович провел на ней почти 22 года. После автомобильной аварии и перелома позвоночника ездить мог только на коляске с электроприводом. Работала одна рука. У Виктора Степановича целый арсенат средств передвижения. Казалось бы, здесь есть колеса. На этом когда-то был установлен джойстик. Но в один момент инвалидное кресло для хозяина превратилось в обычный стул. Кисть отказала. Джойстик стал бесполезен. Долгое время Виктор Степанович пытался получить специальную коляску через фонд социального страхования. Прописано было с регулированием спинка анатомической и управление подбородком. Но фонд социального страхования мне по каким-то причинам своим создал комиссию. Свыше областной МС не дали мне возможности с подбородком, а прописали другую коляску. Но она не соответствовала вообще моим параметрам. Она стоит, например, 95 тысяч. А по торгам ее почему-то выиграли за 190 тысяч. Потом и ее забрали. За три года сменил несколько колясок. Прошлым летом, наконец, получил удобную, европейскую, дорогую. Но опять с электроприводом и джойстиком. Объяснили так. Если коляска будет с ручным управлением, то, может, и кисть заработает. Заработали в этой ситуации руки у молодых инженеров. Команда Ивана Невзорова за три недели придумала, как сделать из кресла коляску. Можно с этого пульта, можно с того пульта. Устройство настаивается на разный вылет. Можно его регулировать. Кронштейн-джойстик, сообщающийся с кнопкой для подбородка. Найти общий язык с новой системой Виктору Степановичу, как бывшему инженеру, не составило труда. Зарубежная коляска с подобным оборудованием стоит не меньше 350 тысяч рублей. Иван сделал бесплатно. Сейчас думает над усовершенствованием системы. Бывают экзотические системы, вроде управления языком или даже дыханием. В принципе, системы управления подбородком и затылком, головой, в принципе, мы такие можем запускать, в принципе, можем делать. Виктор Степанович пока катается дома, тренируется. Уже завтра едет в санаторий. Сам. Впервые за много лет.